Алоха всем, дорогие друзья! Это мы, Броуки! И мы слышали кучу гадостей в свой адрес, что мы не раскрываем игроков, максимально немедийная команда. И Диман мне говорил, давай сделаем что-то, что всем заткнет рты. Поэтому мы позвали Таисию. Всем привет! Меня зовут Тася Дерубенс, и меня позвали Броуки! Тася нам поможет раскрыть наших замков, кирпичей, камней. И она придумала это шоу, правила которой она расскажет. Мы здесь собрались для того, чтобы немножечко изменить имидж игроков команды Броук Бойз. А мы решили изменить вообще имидж мужчин всех, которые существуют вот в этом пространстве отношений мужчин и женщин. Потому что кого считают самыми бесполезными людьми в отношениях футболистов? Особенно тех футболистов, которые могут играть в медиалиге. Потому что если денег нет, то, соответственно, жене-то своей дорогую сумку вряд ли купишь. Дорогой дом вряд ли купишь. Но потом, правда, половину придется отдавать, когда вы разведетесь. Потому что футболисты тупые, им приходится зачастую разводиться. Но вот именно те футболисты, которых бабла не очень много, они в основном что делают? На футбол ездят, там проебываются. Потом бухают, пивом приходят постоянно. Где-то в бане с кем-то засиделись. В баню по-любому вызвали каких-то шлюх. И вот с этим постоянно приходится сталкиваться. Но мы докажем, что это стереотип. И что в бронках самые культурные, самые яркие, самые открытые ребята, которые после взаимоотношений с женщинами, господи боже мой, с девушками здесь перестанут быть гандонами, а станут прекрасными мужчинами, которые заслуживают пойти на свидание. И мы медленно подобрались к главному призу сегодняшнего мероприятия. Это миллион на свидание с Варварой. Но как они этот миллион потратят, которым придется еще выиграть? На свидание с Варварой. На свидание ли? На свидание ли? Возможно, они хотят просто его забрать и убежать в освоясь. Варвара, вы любите футболистов? Да, у меня самые нормальные, адекватные отношения были с футболистом. Опа. А мы знаем его фамилию? Нет. Он зарабатывал больше миллиона рублей в месяц? Но он зарабатывал не на футболе. А на ставках? Кстати, о ставках. Я вижу, как вам стало скучно смотреть все эти спортивные мероприятия. Никакого интереса нет. Но я знаю, как вам вернуть этот самый интерес. Нужно перейти по ссылке в описании или закрепленном комментарии в наш телеграм-канал. Там, в нашем телеграм-канале, вы найдете закрепленный пост. В этом посте вы нажмете на ссылку, зайдете на нужный для вас ресурс, заберете все, что хотите в виде бонусов и будете смотреть спорт с великим интересом и удовольствием. Не спросили у Варвары про Варвару. Варвара ничего не рассказала о себе. Таисия, спасибо, что ты здесь. Вот мы уроды, сука. Так и знал, не умеем вести диалог. Поэтому мы позвали лучшую ведущую на планете Земля. Таисию Дерубенс. Варвара, расскажите о себе. Блин, сейчас будет самая душная часть. Меня зовут Варя, я дизайнер бренда Bimbo Twins, создатель самого стильного швейного производства в Москве, где мы делаем крутые вещи и для спортсменов, и для вообще любых стильных модных ребят. Hot guys. Запускаем первого. Погнали. Палоха – это шоу «Деньги. Любовь. Броуки», в котором наши участники 4 альфа-самца покажут, на что они готовы ради главного приза – свидание с великолепной Варварой и один миллион. Наши будущие джентльмены покажут себя с разных сторон и обнажат свою душу, отбросив маску медийного образа. Правила игры – быть искренним и настоящим, пройти все испытания. Если игрок ответит правильно на вопросы очаровательной Таисии, то он получит подсказку, как покорить сердце Варвары. Любит красные розы. Но увидеть красоту трофея участники смогут только в финале своего преображения. Да ну нахуй так! Это ты? Сейчас мы будем знакомить вас с футболистами. Добрый день, Владимир. 31 год. Вдовец. Саня Фифа. Легенда медиафутбола. Фифер всея Руси. Качество груди определяет количеством. Богатырь, вдовец, романтик. Смотри, какой красивый. Вот он, кстати, может поднять 300. А у него парик? Нет, у него парень. У него просто такая плохая прическа. Ищу новый смысл в своей одинокой жизни. А кто его так причесал? Это он сам, блин. Мамин стилист. Тебе не нравится, что ли? Какие ожидания у тебя от шоу? Куда ты пришел сниматься? Смотри, какая у него грудь. Ну я тебе скажу то, что это Александров. Да. Александр Занатов. Да. И он довольно знаменитый футболист. Его очень большая аудитория знает. Похож на богатыря. На русского. Да, да. Причем он несколько раз худел, потом опять набирал. То есть вот так вот по щелчку он может ради большой цели похудеть тут же. Ну, достойно. Поэтому ради тебя, мне кажется, он согласится вообще запросто. Я надеюсь, мне заплатят. Я наконец подрочит ему. Хуя, мы в массажке? Почему мне никто об этом не сказал? Какой-то у вас сегодня пошленький муд. Чувствую, трясется потихонечку студент. Не, я в Сане уверен. Он обольститель. Не, ну реально. Да. У него харизма. Ты сейчас почувствуешь, знаешь, как радиация фонить будет. Блядь. Я уебался. Да сколько нам еще сидеть, братик? Ты не ты хоть знаешь? Как ты думаешь, ты где? Ну, в помещении, очевидно. Как ты думаешь, ты слышишь какие-то знакомые голоса? Да, один черт смеется, шутит над тем, что я толстый. Я желаю тебе удачи. Если что, я буду рядом. Спасибо. Вот тут вот. Сань, да. Ну, ты знаешь, зачем мы тебя сюда позвали? Ну, блядь, чтобы я три часа посидел просто так, подождал вас, наверное, для этого. Нет, Сань, мы тебя сюда позвали, поскольку ты можешь выиграть миллион и свидание с великолепной Варварой. Ты ее сейчас не видишь, но ты можешь ее прочувствовать, задавай ей вопросы или просто чувствуй энергию в комнате. А она меня видит? Она тебя видит, конечно, ты сидишь перед нами, гений, блядь. Варвара, насколько сильно ты вообще разочарована увиденным? Расскажи, пожалуйста. Я думала, будет хуже. Ну, спасибо. Спасибо. То есть я буду выбирать, да, между миллионом и Варварой? Нет, ты можешь и то, и то взять. И то, и то? Да, в этом-то и весь смысл. Ну, можешь от Варвары отказаться, в принципе. Или от миллиона. Это по твоему выбору. Нет, это твой выбор слишком простой. Определенно миллион. Я бы тоже от Варвары отказалась. Ну, не надо так самокричать. Ну, ты еще не видел Варвару. Тут тоже, извиня, куда ты разгоняешься. Сарик, я шучу. Мне кажется, он уже визуализирует Варвару. Расскажи, какой ты видишь Варвару? Вот давай вот сверху. Цвет волос. Длина волос. Варвар, давай три предложения, пожалуйста. Сейчас я визуализирую. Ну, во-первых, синий цвет мне нравится, который на тебе. А еще я, кстати, задалась вопросом, как ты за волосами ухаживаешься. Такие волосы. Прикольные. Предпочитаю их просто не мыть, как правило. Сань, волосы трагедия. Просто сальные, бля, волосы. Ебать, ты свои видел, бля, ты вообще, бля. Че тебе мои волосы не нравятся, урод? Я понять не могу. Ты че, издеваешься? Да, бля, ты в зеркало смотрел, бля. А он еще и красавец. Это я тебе обсирать должен быть не ты, бля. Ну, а Снежка и твоим братьям не подсказала, бля, что у тебя прическа говно? Наверное, он очень хороший футболист и не боится потерять членство в клубе. Сань, теперь можешь нарисовать Варвару. У нас такой волосы лучше, чем у меня сразу. Поэтому можем остановиться. Варвар, тебе не кажется, что он слишком жесткий какой-то человек? Она любит юморных парней. Да он такой милый. Ты думаешь, он милый? Ты видишь, как он обсирает обидно, бля. Он тебе еще неплохо сказал, он не сказал ничего. Я просто правду рассказал о тебе и все. Видишь, какой он, урод? Я в шоке, бля. Нет, просто можешь заведовать твоей прической. Так какая Варвара? Красивая. Так давай, волосы. Волосы. Ну, я не верю, мне кажется, Варвара скромнейшая. Ты, волосы у нее тоже, я думаю, красивые, как у меня. Ну, предположим, я не думаю, что ты блондинка. По голосу, я бы сказал, что ты брюнетка, если в этом вопрос. Какие волосы я вижу? Глаза. Кария. Юп, твою мать. Жена звонит. Это из массажки забрали. Жена умерла у меня тут. Не шутите так, пожалуйста. Что, грудь? Не знаю. Ну, тебе какая нравится? Два с половиной. Это что? Количество. Количество, да. Две с половиной груди, пожалуйста. Давай талия и бедра. Ну, попа, короче. Какая побольше или наоборот стройненькая? Такая, знаешь, мясистая, чтобы можно было прям вот как шлепнуть. Удак-удак. Удак-удак. Только что мне кажется, оскорбили девушек с такими мясистыми ляшками, как у меня. Их просто не упомянули. Нет, ну, если честно, супер худые я не люблю. А какие любишь? Ну, что-то среднее. Без гротеска. Без гротеска? Ну да, чтобы не, блядь, слишком пиздец там был. Вы пытаетесь его загасить по шлятины какой-то? Он так выкручивается эпитетами. А вот в отношениях? Я вот не помню, чтобы у тебя именно отношения были. У меня их не было очень давно, это правда. Я волк-одиночка. Что ты хотел бы от отношений? От отношений? Да, или от девок. А мне серьезно отвечать за рофлить? Ну, если серьезно, я, если честно, от этого страдаю. В последнее время страдаю именно от одиночества, потому что очень надоедает возвращаться в пустую квартиру. Какой же он романтик. Если там условного рабочего дня, и теряется как-то как будто бы смысл, типа, для чего я это делаю, все. Если дома, блядь, я один, нахуй, и диван. Вот, поэтому хотелось бы уюта, и не хочется отношений ради отношений, типа, блядь, там погулять по... Семейный человек. Посмеяться, поебаться. Хочется чего-то большего, чтобы с человеком шли и были вместе полноценно. Глубоко, Сань, респект. Ну, расскажи, что ты ценишь в девушках? Не знаю, для меня, короче, круто, когда вы с девушкой партнеры, скажем так, вообще по жизни, и вы вместе рядом толкаете друг друга на что-то, где-то вместе помогаете. Короче, для меня важно, чтобы девушка была тоже идейная и такая же активная, как и я, в плане жизни. В любой сфере не обязательно в такой же, как и я, да, и не обязательно быть броуком, блядь. Если мы с человеком единое целое, идем вместе, это круто. Если она активная, открыта к жизни, легкая на подъем, для меня это супер. Если человек устал от жизни, ему ничего не надо по жизни делать, он достаточно пассивный, но нам определенно не по пути. Сань, почему ты так оделся? Блядь, потому что я броук. Четкий ответ, Сань. Вот сейчас ты показал, кто ты есть. Я почувствовал энергию сейчас. Я забыл добавить, к сожалению. Брод. Ты тут? Ну, ты знаешь, мне кажется, тебе нужно поработать немножко над твоим образом. Ну, стилька немного добавить. С этим тебе поможет таиться. Ну, типа, ты знаешь, освежить. Буквы А добавить такой, да? Я тебе еще луки встану, дам, блядь, слышишь? Просто, блядь, сос... У тебя, знаешь, у него татуировка омкала на ноге есть? Он просто не показывает. Сань, в общем, прическа не ок. Волосы из носа торчат. И борода неровная. Но со всем этим мы позволим тебе, поможем тебе справиться. Спасибо. Увидим тебя в конце программы. И с Варварой ты обязательно встретишься и поразишь ее своими изменениями, потому что у тебя есть время для того, чтобы доказать ей, насколько и она тебе будет важна, вообще отношения тебе важны, ну и насколько, конечно же, ты хочешь заработать миллион. Поэтому за эти несколько дней ты должен сделать невозможное. Блядь, мы тут на несколько дней? Ну и, конечно... Вы че, блядь? Наши стилисты тебе помогут, Саш, не спорь. Хорошо. Доверься, Сань. Я верю. Как всегда, доверялся броукам. Все, проваливай. А ты можешь не вытягивать ручку, я тебя за ручку поведу. Давай, давай. Все, я тебе доверяю полностью. Слушай, ну, приятные впечатления, честно. Я боялась, что он начнет с кринжа полного, но такой душевный разговор получился, меня тронуло. Я поражен. Искренне. До глубины души? И даже еще ниже. В какой-то момент, да, его как будто щелкнуло, и он снял с себя эту маску, такого, рофлера, шутника, и предстал перед нами человеком чувственным. То есть ты не ожидал, что там будет происходить? Ты не ожидал видеть там Райзена, Диму? Нет. Нет, мы же не на съемках Брухов, как я могу предположить, что там будет Дима и Тёма. Который может рассказать о своей боли. Мне кажется, не каждый на такое способен. Мне кажется, многие будут маску надевать до конца на себя. И мне кажется, Варя, что вот если возле него будет женщина, которая его ценит и любит, он преобразится. Он будет вот как тот самый бриллиант, который нужно просто огранить. Ты готов сейчас стричься? Нет. Такой может быть успешен в любом направлении. Главное, вот надежный тыл. И мне кажется, ради красивой девушки он будет готов все что угодно сделать. Ну и желательно за деньги. И тогда я подумаю. Он такой, в поисках. Не стоит на месте, энергия есть. Здравствуйте. Здравствуйте. На маник? О, на маник я готов. Нет, еще даже не маник. Сначала пожестче, экзекуции. Блин, я хочу, чтобы мне маникюр сделал. Я ни разу не делал. Ты ни разу не делал маникюр? Но мне вообще говорили, что надо с девушкой знакомиться, а не фармс становиться. Ну это сейчас больно будет. А, слушай, это быстро как-то. Что, все? Все? Бровками все. Ничего не изменилось. Ничего даже не поменялось. Им еще из носа будут волосы выдирать. Я сейчас тебе задам три вопроса, которые помогут тебе выиграть миллион. Давай. Если ты ответишь правильно, два из них. Блядь, сейчас будет пиздец. Я уже че, сейчас будет жестко. Блядь. Вот, это будет жестко. Какой океан самый глубокий? Блядь. А, у меня кровь пошла. Да. У него просто кровь. О, Боже. Блядь. Это будет не больно, говорили они. У тебя быстрая или что там реакция? Я не хочу вторую делать. А что за вторую делать? И уж не вытащить просто так. Тихий. Тихий. И это правильный ответ. Круто. Я сейчас умру. Бедная Татьяна. Я не пойду на ваше шоу, ребята. Давайте добивайте меня. Ты жив? Да, да, да. Все хорошо. Второй вопрос. Кто взял первый чемпионат мира по футболу? Пусть будет Уруглай какой-нибудь, я не знаю. И это правильный ответ. Вау. Третий вопрос. Там тоже кровь? Да. Ты весь в крови, мне плохо. А почему так? Так всегда происходит? Нет, так никогда не должно происходить. Реально постричь, Аллач. Давайте его реально стрижку. Сейчас кутикулу отрезать, будто у него и там кровь пойдет. И третий вопрос. Да. Кто должен платить на первом свидании? Исключительно я. Варвара, но он за тебя кровь проливал. Ну, да. Это тоже важно. Это согласно. А на этот вопрос нету правильного ответа, но так как ты ответил правильно на первые два, я тебе дам подсказку, как выиграть миллион. Да, изменился. Хорошо выглядит теперь. Потерял литр крови. Варвара любит красные розы. Хорошо, спасибо. Я буду иметь... Я в целом, знаете что, я могу купить белые розы и просто наклониться, и они будут красными. Видите, лайфхак. Я не видел, как оно у него поднимается. Просто как будто пробку открыли. Так вообще не должно происходить. Пиздец, блядь. Что за трэш? А можно мне действительно лат наить? А то у меня полномана еще идет. У него такой не полный комфорт. А это у всех так будет, да? У него еще нос заткнули, он поэтому раздувается еще сильнее, как шар, блядь. Ему и так дышать тяжело же, блядь. У него сейчас медленно поднимается. Девочки записываемся на ноготочки. Там все слышно, мудак. Он за стеной сидит, не кричит. Грызешь? Нет, я их подстриг сегодня перед съемкой. Я не грызу ногти. Я просто не умею это делать. Что там мы сейчас наснимаем, походу? Нифига, какие у меня ногти. Я никогда в жизни такими не видел. Сейчас как хлын на кровяке, я уже боюсь. Бедный. Мне жалко. Я представляю, как ему больно. А у тебя бывало такое крошло? Или женщина не делает? Нет, конечно. Тоже крошло? Бывает, да, такое. Вообще, пацаны, я хочу знать, что сказать. Кто вот говорит, маникюр, фу, для девочек, это здравая тема, я вам так скажу. Нет, шоу нас уже веселая получается. Странно это, да, слышите человека, который сидит с двумя обатными дисками в носу, но это здравая тема. Гигиена превыше всего. Поэтому чистюлями быть не западло. Даже мужика. Девочки. Так это правильно делается. С чистым сомнением. Мне кажется, с меня достаточно. Я уже, вау, у вас уже все, блядь, кровь в выпуске, блядь. Просто лишь бы в живых мостах уже будет хорошо. Ну, надеюсь, я выживу. У меня спрашивали про цели, ребят. Я надеюсь, что потерю крови хотя бы не умру. Уже этого не станет. Что потом уже, к чему ожидать? Что мне отрубят? Ногу, руку. Что впереди меня ждет? Так это отличный заход для перехода в телеграм-канал. Там должен появиться дисклеймер. Типа, ребят, это очень жесткий кадр для ютуба. У него же мог показать. Потом переходите в наш телеграм. Неплохо. Мне плохо, блядь. Косметические процедуры. Сука. Отдаю яйцинок, блядь. Шикарно вообще. Я знаю, что хочу. Покажите меня сейчас Грине, когда он сюда будет заходить, чтобы он охуел просто, блядь. Мне кажется, мужу не нужен миллион. Тяжело выпустили сегодня отсюда. Варя, ты дорого обходишься уже, он кровь льет. Он сейчас похудеет, пока так дышит. Мы закончили. Прощайте. Послушай пока. Просто... Да. Как ты думаешь, что тебя ждет в следующей комнате? Бьют меня сейчас уже, я не знаю. Варя, какой он гений, а. Тебе нравится твоя новая прическа? Да я ее не видел, но в целом мне все нравится. Я согласен на все. Я вот уже сказал в камеру, я доверяю всем полностью на этом проекте. После того, как ему нос разъебали, конечно, он всем доверяет теперь, ему терять нечего. Ты готов к следующему блицу? А, да. Красные розы, я запомнил. А, да, давай. Про отношения к камере, знаю, попросили тебя еще что-то спросить. Так. Спрашивайте. Нужно ли приходить к девушке на первое свидание с цветами? Нет. Ну, это не обязательно. Я считаю, что не нужно. Круто. А на какое нужно? Ну, на какое-нибудь другое тут надо по ситуации решать. Нет же механизмов таких. Если вы на первом свидании можете пойти гулять куда-то. Ты говоришь, цветы денешь? Нет, во-первых, когда вы планируете свидание, когда мужчина планирует свидание, когда пригласит девушку, он обязательно должен ее, типа, предупредить, куда вы пойдете, чтобы она знала, что надеять. Ну, да, естественно. Ну, да, она красится и так далее. И, ну, я думаю, лучше выбирать, типа, такое место, где вам будет обоим комфортно, спокойно. И цветы, ты знаешь, такой жест, ну, внимание о том, что ты позаботился, чтобы, ну, человеку было там радостно. Просто ты знаешь, вот, как такой жест, чисто, ну, маленький приятный жест. То есть, что ты не просто пришел, там, ну, посмотреть, норм она или не норм, а что ты уже, как бы, ну, привел к ней какой-то уважении. А в следующих тогда свиданиях последующих. Где самая быстрая мышца в теле? Быстрая? Я знаю, что самая сильная – это язык. Но, возможно, и самая быстрая – это язык. Чисто получил еще один приз от Варвары. Варвара – это как Варвара? В глазах. Самая быстрая мышца. Да, в принципе, логично, да, я не догадался. Нет, не обязательно на каждое свидание с цветами приходить. Ну, а как вообще часто цветы нужно женщинам дать? Чтобы у девушки всегда были цветы в доме свежие. Понятно, ребят, поэтому, как говорится, минимум 700. Вообще не понимаю, какой смысл в этом. Это радует. Нет, я понимаю, что нужно. Понимаю, что это радует, но я не понимаю, почему это радует. Потому что ты просыпаешься, ты видишь красоту перед собой. Ну, у меня, например, всегда у меня стоят цветы перед кроватью. То есть я просыпаюсь, я встаю, и первое, что вижу – цветы. Мне уже приятно. Ты знаешь, это как у нас, допустим, вот ты засыпаешь и знаешь то, что Манчестер выиграл, а я Арсенал. Ты просыпаешься, у тебя хорошая мысль в голове от того, что Манчестер выиграл. То же самое делаешь. У меня только от Броков осталось такое. Ну, согласен, у меня только от Броков, факт. Ну, не, короче, у них другое восприятие. Для них это все красивые. Для них красота. Красота. Ну, видимо, поэтому мы их любим получать. Про футбол, так что ты точно отвечаешь на него правильно. Сколько существует футбольных ассоциаций в мире? Будет четыре. И это неправильный ответ! Нес. Ну, у тебя уже есть одна подсказка про красные розы, поэтому все на мази, мне кажется. Все верно. На лютые мази. Что думаешь, с Саней там сделали? Ну, маникюр. Да, и ходили слухи. И про стрижку что-то говорят. Ну, мы в конце выпуска все как Гриня будем. А Гриня как раз единственный с париком, у него все будем закупаться. Я, если честно, очень волнуюсь. Первый раз. В камере. А не за камерой. Первый раз в камере это плохое выражение. Так, ну, ребят, я вообще совершенно другой человек. И заходу и вот теперь. Ты сейчас умрешь, что ли? Саня, что с тобой? Ебать. Блядь, просто... Иди, блядь.